Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня я хочу вместе с вами попробовать пройти полностью смятение из другого измерения. Но прежде, друзья, у меня не хватает одного ДНК, вот стиранка, чтобы перевести его на четвертую звезду. Но сейчас идет прикольное испытание, рок-н-ролл. Вот я накопил 150 монет и здесь, друзья, есть стиранка. Итак, давайте-ка купим его ДНК и мы сейчас открываем этого героя. Кроме того, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, на кого тратить вот эти сюрикены-монетки. Я буду это делать. И здесь у меня есть Биба и Рокстеди классический, кролики из фильма и из мультика. Кроме того, еще зэк и стиранка. Ну что же, друзья, итак, купили мы ДНК и переводим нашего стиранка на четвертую звезду. Вот, правда, для этого пошлось потратить очень много монет. Тем не менее, друзья, очень прикольно, очень здорово. Итак, друзья, наш стиранка уже на четвертой звезде. Давайте-ка я его хотя бы прокачаю несколько уровней. И было бы здорово еще усилить его удар. Но, друзья, давайте-ка я пока этого не буду. А согласно Отжи, вызывав комментариев, вот еще пятеро подписчиков попросили, чтобы я сегодня, кроме того, еще купил 8Х портал. Что же, друзья, иду вам навстречу. Давайте-ка мы купим вот этот 8Х портал и посмотрим, что же будет в этой пачке. И здесь у нас 3 ДНК Микеланджело Фильм, 3 Джастина, 3 Донателло Ведения. О, это уже здорово. Вот Мандагека. И да, друзья, сейчас мы еще откроем с вами Мандагека. Крысиный Король. Донателло Классический 3 ДНК. 3 ДНК Шреддер. И Макмен Дубликат. Ничего себе. Здорово. Здорово. Кстати, мы, наверное, Макмена, наверное, поспешил, переработали в ДНК. Я, честно говоря, не понял. Итак, друзья, и еще сегодня неожиданно один герой у нас развивается на третью звезду. И это Мандагека. Появляется у него новая способность, покраска. Манда при помощи скейта бросает краску в своих врагов, разрушитель, вероятность 15%, блокировать способность на 1 ход. В основном 5 ходов. Ну что же, здорово, друзья. Давайте-ка я сразу же разовью вот эту способность до второй ступени. Прокачаю немножко нашего Мандагека. Вот хотя бы до 30 уровня. Вообще, очень благодарю подписчиков за отзывы, комментарии. Давайте-ка я прокачаю пока, вот как попросили наши подписчики. Итак, один из подписчиков просил, чтобы я прокачал Рокстеди Классический. Итак, где же Рокстеди Классический? Классический, Рокстеди Фильм не тот. А где же Рокстеди Классический? Бибок Классический. Ага, вот он, Рокстеди Классический. Ну что же, друзья. Пойду вам на встречу. Давайте-ка я его прокачаю. Вот пока есть у нас мутаген. Ну вот, пока на этом давайте-ка мы остановимся. В принципе, у нас только две звезды. Больше, больше вот 30 уровня мы его не поднимем. Еще просили прокачать Лео Ролевика. Но Лео Ролевик уже, друзья, у меня на максимум прокачен. Он уже 30 уровня. Разве только первую способность могу прокачать? Вот, и все, больше ни на что не получается. Нужно искать ДНК. Вот, просили прокачать Зека. Ну, опять же, Зек у нас довольно-таки здорово прокачен. Вот, жаль, мне сейчас тратить мутаген на то, чтобы его лучше. Давайте-ка мелких прокачаем. Вот, попросил подписчик купить колоду Ролевиков. Но сейчас, друзья, закончилось. Я вот хотел ее купить, уже поздно. Вот, появится колода, купим. Так, попросили еще прокачать Донни. Но, какого Донни, вот, опять же, непонятно. У нас несколько Донателл. Вот, кого из них прокачивать, непонятно. Ну, пока как-то так. Давайте-ка я ставлю. Так, Макмэна. А вот Макмэна было бы здорово, друзья, прокачать. Давайте-ка я прокачаю. Я из-за него тоже уже давно хотел его прокачать. Вот, давайте-ка я еще третью способность прокачаю его. Вот, непонятно, почему, друзья. Когда у меня были прокачаны у Макмэна первые и вторые способности. Но, когда он перешел на третью звезду, почему-то опять обнулилось до первой способности. Ну, вот, пока прокачаю, друзья, его до 35 уровня. На этом останавливаюсь. Очень мало мутагена. Вот. И давайте-ка, друзья, я, наверное, еще прокачаю самых слабеньких. Вот, несколько подписчиков попросило, чтобы я самых слабеньких поднял уровни. Ну, давайте хотя бы вот Голуба Пита до 20 уровня прокачаем. Вот, в принципе, не знаю, что этот герой еще его даже не брал в битву, друзья. Вот, в прошлой игре, в прошлом видео, друзья, кто из вас видел, мы только купили этого забавного героя. Ну, и давайте-ка, друзья, вот Микеланджело оригинального тоже прокачает до 20 уровня. Вот, ага, ну, все, 20 уровень максимум. А, немножко, друзья, я поспешил. Вот, уже не хватит ДНК на Бибопа и Рокстедик роликов. Вот, прикольные герои, но на них уже не хватит. Вот, ага, друзья, а, возможно, и хватит. Возможно, и хватит, потому что, друзья, у меня вот есть задания всевозможные. Давайте-ка я соберу здесь Митаген, соберу интересные плюшки. Ну, и на этом пока, друзья, все будет. Так, ну, все, друзья, пока вот сделали все, что могли. Вот, давайте-ка я посмотрю. Интересно, вот сколько, я только не понял, как нашему Макмену, сколько попало ДНК. По-моему, друзья, 10 ДНК дало за то, что он в 8х портале, вот, пошло, вот, совпадение. Ну, как-то так. Ну, что же, друзья, а сейчас давайте-ка я отправлюсь в бой. Вот, в серию испытаний из другого измерения. Попытаемся пройти и пойдем. Сегодня мы, друзья, с вами с конфигурацией от подписчиков. Итак, давайте-ка вот вчера у меня пойду, наверное, по очереди. Максим Сагринг предложил Шредера, Леонардо, Пиццелитова, Рокзара и Бакстера Стокмана. Давайте-ка, друзья, я возьму кого-то из слабеньких, а дальше пойдут уже более сильные. Вот, в принципе, у него сильный состав. Вот, Макс Горбунов предложил Микки Фильм, Лео Ведение, Карай, Змея, Кристофер Брэдфорд и Нейтрализатор. Ага, кстати, а вот еще один подписчик предложил хороший. Все ролевики плюс Мандагека. Но ролевики не пойдут, друзья. Они у меня только некоторые Микеланджело прокачаны, остальные 30-го уровня. Хотя все ролевики уже, друзья, у нас собраны. Итак, давайте-ка я не буду, друзья, тянуть. Давайте-ка мы возьмем команду Макса Горбунова, а дальше пойду по очереди. Если будут очень слабенькие команды, не буду брать, будем пока оставлять. Итак, Микки Фильм, Микеланджело Фильм есть, поет, должен выжить. Так, Леонардо Ведение, вот он, тоже 45-го уровня. Так, Карай Змея, Кристофер Брэдфорд, где он? Вот он, тоже 45-го уровня и нейтрализатор 45-го уровня. Ну что же, неплохая команда, должны мы справиться. Хотя здесь герои не очень сильные. Итак, давайте-ка сразимся, посмотрим, что из этого получится. Попытаюсь я сегодня полностью пройти эту игру. Вот, не знаю, получится, но будем идти, пока получится. Вот, будем восстанавливать самых сильных героев при помощи долларов. Вот, и нельзя, друзья, допускать, чтобы погибли, иначе просто, вот, не будет в нокауте, не сможем дальше пройти. Вот, пока доллары есть, будем спасать. Итак, вперед, 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 давайте-ка попробуем. Вот, пока справиться с первой командой, а дальше посмотрим. Итак, давайте-ка, ну, давайте-ка пока вот выбивать Крэнгов, потом Маусеров, а потом уже возьмемся за Бибоба и Рокстаги. Итак, выбиваем Маусеров. Ах, не добил, жаль. Вот, ну, здорово, друзья, что Крис Брэдфорд проахвредено. Прокачался, прокачался. Но, тем не менее, уже добили. Итак, давайте-ка добиваем этих Маусеров, а потом возьмемся уже. Ох, 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 ничего себе, какое повреждение. Я просто в шоке. Итак, давайте-ка. Удар ногой. Крис Брэдфорд добивает. Вот, предложил неплохую команду, друзья. Вот, я вот только думаю, стоит ли. Давайте-ка, наверное, все же я подлечу. Пусть Микеланджело, потому что вот левое изведение может просто сейчас погибнуть. Кстати, друзья, вот я не в курсе. В левое изведение есть прикольная фишка скорость. Что она дает? То есть, увеличивается сила или в чем нюанс? Вот это непонятно. И беднягу добивают, добивают. И уже этот герой выбыл из игры. Ну что же, значит, дальше, друзья, будем брать более сильных героев. Вот, к сожалению, левое изведение уже выбивай. Выбывай, друзья, уже дальше он не пойдет. Итак, давайте-ка. Вот, добили мы Рокстеди. Остается один Бибоп. Вот, ну и сейчас общими усилиями мы как-то его затопчем. Вот, неплохой удар. Ой-ой-ой, ничего себе, какой удар Бибопа. Ну, тем не менее, наши герои молодцы. Удар Криса Брэдфорда. И вот здорово, добил. Ну что же, замечательно, друзья. Вот, давайте-ка пойдем с вами дальше. Правда, не очень хорошо сыграно. Только на одну звезду. Вот, придется, друзья, я чувствую, уже в самом начале игры, брать самых сильных героев. Ну что же, будем идти, пока сможем. Итак, давайте-ка я возьму сюда команду Максима Сагрина, Шреддер, Леонардо, Пицелиции, Рокзар и Бакстер Стокман. Ну что же, посмотрим. Ну, в принципе, с этой командой, я уверен, мы выиграем без проблем. Итак, Шреддер, где там еще был Леонардо, вот, Пицелиций, Рокзар и Бакстера Стокмана я выиграл. Я уже, ой, выбрал. Ну что же, вот такая вот неплохая команда. Вот, я в нее верю. Мне кажется, с ней мы довольно-таки здорово сыграем. Итак, кто первый у нас нанесет удар? Ничего себе, как досталось Рокзару. Я просто в шоке, друзья. Я просто в шоке. И вот я думал привлекать им внимание, пока рано не привлекать внимание. Его просто сейчас добьют. Итак, Рокзар, удар когтями. Хотя, наверное, все же стоило бы, было бы бить нам, вот, давайте-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоило, наверное, бить все же Зека. Ну, пока удалось как-то вот нанести урон. Ну, а теперь давайте-ка подлечивать наш отряд. Довольно-таки здорово досталось. Итак, нет, пиццелицева мы пока не будем использовать. Давайте-ка пока Зека заброскаем зобби-пиццей. Неплохо. И еще давай-ка, Бакстер Стокман, нанеси удар с манипулятором. Ну, как-то не очень, честно говоря, друзья. Вот, рассчитывал, что будут более серьезные повреждения. Ну, вот, наконец удалось добить. Ах, вредный какой. Вот, робот, Маусер, наносит неплохой урон. Вот, ну и придется сейчас очередь Шредера, друзья. Нужно будет, конечно же, уже вот серьезно подлечивать. Давайте-ка я подлечу отряд. Вот, жалко мне вот нашего... Ну, давайте-ка первым делом уберу этого Бибопа. Вот, а сейчас пиццелицы забросай всех раскаленным сыром. О, это уже здорово. Это уже мне нравится. Но смотрите, что вредный делает. Как здорово наносит урон. Итак, нет, не буду я Рокзаром, друзья, привлекать внимание, как здорово его бьют. Хотя он, смотрите, довольно-таки высокого уровня. Тем не менее, вот, бьют его и достается ему на орехи. Вот так. Итак, не очень хорошо. Вернее, очень нехорошо. Вот, давайте-ка нанесем ударную волну. Ой-ой-ой-ой-ой. Как достается, друзья, как достается. Итак, давайте-ка я попробую атаковать этого Острозуба. Вот, змея Карай наносит массовый урон, друзья. И нужно срочно лечиться. Нужно срочно лечиться. Вот, честно говоря, рассчитывал, что наша команда более как-то дружнее, более лучше справится с этой командой врагов. Вот видите, что делают? Я просто в шоке. Я просто в шоке. Я рассчитывал, что мы, в принципе, хотя бы первые вот эти уровни с вами довольно-таки легко и довольно-таки непринужденно пройдем. А здесь смотрите, что делают. Вот сейчас Рокзара добивают. Вот добили Рокзара. Вот только начальные уровни. И уже Рокзар у нас, друзья, выбыл. Выбыл из игры. И я не смогу больше его восстановить. Он будет в нокауте. Ох-ох-ох-ох-ох. Это уже, друзья, мне не нравится. Не знаю, как мы дальше с вами пройдем. Но как-то будем что-то пробовать делать. Я еще не понимаю. Это что, мы еще здесь можем и проиграть? Но это что-то невероятное. Итак, давайте-ка я попробую убрать эту змею Карай. Вот вредина. Привлекает внимание. Давайте-ка я подлечу наш отряд. Вот. И что-то попробуем сделать. Какой вредина. Итак, бросаем зомби-пиццу. Уменьшаем атаку Острозуба. Вот. Их придется атаковать этого Острозуба. Ох, какая вредная змея Карай, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И бедняга Пиццилицей добивает. Добивает Пиццилицева. Но я все же надеюсь, что наш Лео как-то справится. Я в шоке, друзья. Вот начало игры. Я сегодня рассчитывал пройти с нашими отрядами игру. И вот видите, на втором просто-просто-просто нас добивают. Просто не понимаю, как вот такое пошло. Почему сегодня вот такие сильные противники у нас? Без понятия. Без понятия. Почему вот так как-то пошло? Придется брать самый сильный, друзья, наш отряд. Ну, давайте-ка я, возможно, попробую пойти понизу. Если не пошло у нас по верху, попробуем пойти понизу. Итак, давайте-ка возьму я команду кого-то из подписчиков. Вот Артем Тербельников предложил Шредера. А Шредер у нас выжил. Нет, уже, друзья, большая часть тех героев, которых я взял, погибла. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму свою команду, беру самых сильных героев. Вот. И отправимся с вами в битву. Вот. Давайте-ка, наверное, прежде чем пойти в битву, я еще прокачаю нашего Бакстера. Прошу стиранка. Чтобы он был более высокого уровня. Тогда, возможно, друзья, что-то получится вместо нашего погибшего Рахзара. Итак, что я могу стиранка? Могу усилить его еще вот первый удар. Давайте-ка, наверное, этого и сделаем. И давайте-ка... А, ну все, друзья, больше ничего и поделать не могу. Ну, как-то вот так. Ну, что же, тогда вперед, друзья. Давайте-ка еще попробуем пройти в смятении с другого измерения. Попробуем что-то сделать. Попробую я как-то вот пройти через низ. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Хотя, ну, давайте-ка, друзья, возьмусь самую сильную нашу команду. И попробуем посмотреть, куда же мы сможем с вами дойти. Вот буду я ее с вами воскрешать при помощи долларов. Но сейчас посмотрим. Вот бросает карай кунаи, бросай зэк диск. Ну, и давайте-ка, друзья, еще попытаемся убрать первым делом Ксавьера Монтеса, чтобы он не проклял нашу команду, не уменьшил защиту. Вот. Главное, вот этот нюанс как бы убрать. И тогда все будет здорово. Вот. Ну, пока, в принципе, с первой волной довольно-таки мы хорошо, здорово справились. Ну, а теперь давайте-ка, выбивать Бакстера Муху, чтобы он не подхиливал, не подлечивал свой отряд. Итак, вперед-вперед, друзья. Итак, Керби Мышь, массовый урон. Вот. Ну, в принципе, уже это уже мне нравится, друзья. В принципе, неплохо мы с вами справились. Добиваем Мутагеноида. Ну, и вот в конце, друзья, я еще попытаюсь, чтобы Керби Мышь подлечила отряд. Хотя не так уж он и поврежден. Тем не менее, друзья, вот нужно будет его вот подлечивать. Если что, и, по-моему, никому не досталось. Ну, давайте все же я подлечу. Вот, подлечу. И давайте-ка бить этого Острозуба, Саблезуба, вернее. Вот, ничего себе, как здорово. Ага, друзья, у него появилась контратака. Ну, вот, немножко ранили нашу, вот, Карай и Зека. Ну, как-то вот так, друзья. Итак, вот, неплохо мы здесь справились. Давайте-ка мы отправимся с вами дальше. Вот, посмотрим, что здесь. И здесь, друзья, враги 51-53 уровня. Это что-то. Это что-то нет. Давайте-ка мы пойдем лучше через верх. Давайте-ка мы, друзья, пройдем с вами через верх. Я знал, что там внизу намного сильнее противники. Попробуем перейти через верх. Итак, попытаемся, друзья, как-то справиться. Посмотрим, что из этого получится. Итак, враги наносят довольно-таки неплохой урон. Ого-го-го-го, как досталось нашей Карай. Как досталось Карай, я просто в шоке, друзья. То есть, сейчас нужен срочно хил. Вот, возможно, это была ошибка моя. То, что я очень рано начал использовать вот хил. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка я попробую бросить бомбу в Зека. И почему-то, друзья, мимо, почему-то, мимо, почему-то Зеку не досталось ничего. Вот, ох, как здорово. Ох, как здорово. Вот мы сделали больно Зеку. Отлично, друзья. Надеюсь, что сейчас как-то нам лучше повезет. И мы лучше справимся. Итак, Карай удар Кунай неплохо. Зек, удар диском. Замечательно. Вот, стиранка, удар из пулемета. Ох, умничка. Смотрите, что делает, друзья. Смотрите, что делает. Итак, пробую добивать Бибопа. И Бибоп добит. И осталась только Земья Карай. И обычный Карай наносит удар Земья Карай. Ну вот, супер, друзья. Правда, придется воскрешать и восстанавливать. Это уже, конечно же, плохо. Но хорошо, что у нас есть множество долларов. Поэтому сейчас попробуем подлечить наш самый сильный отряд. И с ним пойти вперед. Итак, вперед, друзья. Вперед. 51-52 уровня. Давайте-ка. Вот, я беру вот эту команду наших самых сильных героев. И отправимся, друзья, с вами вперед. Вот, и так, подлечиваю, подлечиваю, друзья. Не знаю, конечно же, вот, насколько это нас хватит. Тем не менее, вот, пошли в атаку и посмотрим, что-то сделать. Итак, вперед, вперед. Посмотрим, куда мы сможем с вами дойти. Вот, давайте-ка я попытаюсь вот в первой волне атаковать Тигриного Когтя. Вот, что-то пытаемся мы сделать. Коготь наносит удар Тигриного Коготь, а Керби-Мышь тоже не промах. Молодец, наносит массовый урон. Итак, один удар и Тигриного Коготь нет, не добил Стиранка. Жаль, 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 жаль. А Карай? Да, молодец, молодец. Ну вот, осталось только два этих Маусера. Вот, и надеюсь, что наши, вот, герои смогут добить. Итак, здорово. Хорошо, переходим ко второй волне. И главное сейчас, друзья, нам убрать Пиццелицева. Вот, чтобы не забросал всех раскаленных сыром. И, кроме того, еще наносит проклятие очень неприятное. Вот, и, наверное, не удалось нашим героям. Вот, наносят вредины массовый урон. Ох, и Змея Карай тоже делает. Итак, давайте-ка метнем Кунаи. Неплохо. И, жаль, не добили Пиццелицева. А ну-ка, зэк. Да, 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 да. Умничка, умничка. Вот, неплохо. Ну, а сейчас давайте-ка добивать еще вот этих роботов. И нужно, чтобы срочно Керби-Мышь подлечил отряд. Вот так. Да, это уже здорово. Это уже хорошо. Итак, добиваем. Остается только Змея Карай. Ничего себе, друзья. Вы видели, как она восстановила здоровье? То есть, здоровье было минимальное. Ну, не то, чтобы минимальное, но чуть-чуть больше половины. Она его просто восстановила. Ничего страшного. Итак, пробуем, добиваем. И не удалось. А если удар с пальца зэка? И да, Змея Карай повержена. Ну что же, пока довольно-таки мой самый сильный отряд неплохо прорвался. Прорвался вот дальше. Вот очень мне, друзья, было жаль Рокзара. Я не ожидал, что Рокзар так быстро выйдет из строя. Ну что же, вот берем вот нашу команду. Вот попытаюсь я ее немножко восстановить. Вот так. Здесь, друзья, не надо экономить, потому что, вот чувствую, будет хуже. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, куда мы сможем просто дойти. Честно говоря, друзья, не знаю. Не знаю, как далеко мы с вами сможем дойти. Но я буду делать, буду стараться все сделать возможное. Итак, итак, вперед, друзья. Давайте-ка я попытаюсь что-то сделать. Итак, массовый урон. Вот. Итак, пробую справиться с этим роботом, этим крэнгом. Вот давайте-ка я тоже брошу в стиранка гранату. Вот у нас граната, а мы в него гранату. Ну, пока как-то вот так, друзья. Вот попытаемся его добить. Эх, появился у него шлем. Будет очень трудно, друзья, сбить его защиту. Но вот разбили мы шлем, разбили защиту. Итак, давай-ка крысиный король добивай. Не удалось, друзья. К сожалению, не удалось. Но вот карай наносит неплохой урон. Вот и остался только один из маусеров. Ну что же, будем что-то пробовать делать. Итак, 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 пробую добивай маусера. Это здорово. И давайте-ка мы перейдем с вами на вторую волну. Вот вторая волна, это уже здорово. Давайте-ка я брошу вот этот диск нашего зэка. Отлично. Вот попробуем убрать маусера. Еще удар стиранка из пулемета. Ох, как хорошо. Просто-просто чудесно. Ну, подлечивать, я, друзья, думаю, нету смысла. Давайте-ка я попробую убрать либо шредера, либо острозуба. Ну, давайте-ка шредера. У него есть возможность подлечивать. Поэтому постараюсь убрать шредер. Эх, не удалось. А ну-ка, друзья. Удар из пальца зэка. И да. И шредер выбит. Ну, вот, хорошо, хорошо, что вот Рахзар привлек внимание, но это уже поздно. Мы уже убрали вражеского шредера. И, в принципе, друзья, вот вижу, довольно-таки здорово мы с вами сыграли. Команда, по сути, не очень сильно повреждена. Вот. Если будет возможность подлечить, нет возможности, подлечить не удалось. Ну, что же, неплохо мы прошли вот эту волну. Я, честно говоря, вот начало было очень ужасное. Я уже не знал, сможем ли мы дальше с вами продвинуться. А вот сейчас, видите, дошли уже. Вот сколько мы с вами прошли? Прошли 25%. Итак, враги 53-го и 51-го уровня. Не знаю, друзья, куда мы с вами сможем дойти. Но пока сможем идти, я буду, друзья, сражаться. Вот попытаемся сегодня максимум пройти, а там посмотрим. Итак, вперед. Итак, друзья, была у меня ошибка, что я вот прокачал Кербимыш до высокого уровня. Не стоит этого делать. То есть нужно, чтобы герои были одинакового уровня. То есть больше 57-го я пока не буду качать. Буду по максимуму поднимать, чтобы побольше героев этого уровня было. Тогда, возможно, удастся нам как-то побеждать. А так пока это нереально. Итак, давайте-ка я попробую убрать вот эту тетеньку. Вот посмотрим, что из этого получится. И вот как-то вот так. Ну что же, попробуем добить вот этого еще робота. Нет, лучше бить Змей Кюна. Над ним зеленый вот значок. Вот. И очень-очень, друзья, нужно нам сейчас, чтобы был вот знак, чтобы... Да, вот есть, есть, есть. Вот, чтобы наша Кербимыш могла подлечить отряд. Ну что же, добиваем Змей Кюна. Да, вот. Ну что же, с этой волной мы справились. А вот теперь, друзья, пойдет хуже. Теперь нужно будет справиться с вот этой волной. И очень-очень слабенькие повреждения. Тем не менее, друзья, я буду бить Астрозуба, потому что он все равно сейчас привлечет внимание. И пока он не привлек внимание, нужно его бить. Тогда более серьезные повреждения наносим. И так, очень сильные враги. Очень здорово бьют наших героев. Ничего я поделать не могу. И скорее, друзья, что это уже будет, друзья, проигрыш. Вот, удалось мне убрать Астрозуба. Будем бить вот эту тетеньку. И вот Стиренко уже, друзья, выбивает его из сражения. Ну, как-то вот так. Ну что же, печально. Тем не менее, как-то вот так, друзья. Ну что же, что же, что же. Хотя бы попытаемся выиграть в этом бою. В принципе, Кербимыш с нами. Поэтому, друзья, я думаю, она более высокого уровня должна потянуть отряд. Но не факт, что это поможет. И так, давайте-ка выбивать роботов. Ну и нужно будет, конечно же, Тигриного Коготя тоже убрать. Ой-ой-ой-ой. Нужно срочно подлечивать. Нужно срочно подлечивать. И так, есть массовый урон Кербимыши. И не удалось, друзья, добить роботов. Ничего страшного. И так, Зэк метает диск. Наносит массовый урон. Это уже неплохо. И так, Кербимыш, прошу прощения. Это у нас Карай наносит урон. И вот, здорово, друзья. Добиваем, добиваем. Ну вот, друзья, победа. Но пробеда не очень хорошая, друзья. Ни с кем не дальше идти. Ни с кем не дальше идти. Вот, удалось мне пробраться не так уж далеко. Всего удалось пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 миссий, друзья. И все. И дальше уже мне, друзья, просто не с кем идти. То есть, осталось 3 героя высокого уровня. А дальше 45-го просто, друзья, не выжим. К сожалению, к сожалению. И так, давайте-ка на этом будем собирать. Ну, в принципе, я могу вот еще здесь пройти с вами сыграть. То есть, есть возможность. Но это уже роли особо не сыграет. Ну, как-то вот так, друзья. Ну, что я могу еще сказать, друзья. Можем еще мы с вами попытаться. Вот, в 5-й главе я еще не проходил 10-й эпизод. Давайте-ка мы пройдем 10-й эпизод. Это будет Бакстер Муха. Мне кажется, мы можем его пройти. Вот здесь враги 50-го и Рахзар 52-го уровня. Итак, давайте-ка я возьму всех героев самого высокого уровня. И пойдем с вами в атаку. Попытаемся вот выиграть в этой миссии. Причем, желательно было бы выиграть на 3 звезды, чтобы я мог покупать ДНК Бакстера Мухи. Итак, Карай первая метает Кунаи. Довольно-таки здорово. Зек метает свой диск. Отличнейшим образом. Ну, и остается, друзья, только добивать вот этих Крэнгов. Отлично. С первой волной вот справились просто шутя. Замечательно. Осталась у нас, друзья, вторая волна. Уже враги 50-го уровня. Это уже будет посложнее. Тем не менее. Итак, вперед. Крэсиный король удар разумом. Вот Карай удар катаной. Отлично. Зек удар из пальца. Вот умничка. Ну, и будем пробовать сейчас как-то наносить урон. Вот. Итак, Рокзар удар когтями. Здорово. Просто-просто чудесно. Ну, и давайте-ка еще Кербимыш удар. Вот единичка первой когтями. И Крэсиный король добивает крысы. Ну, что же. И давайте-ка еще добьем, друзья, вот этого Маусера. Отлично. Отлично. И ох, какой вреди. Нам массовый урон применил. И мой Рокзар добивает. Ну, вот сейчас-то чувствую, друзья, нужно будет, чтобы Рокзар привлек внимание. Тогда это будет намного эффективнее, чтобы кого-то из команды не выбили. Итак, кого бы нам выбивать? Кто из здесь самых слабеньких? Вот давайте-ка я, наверное, вот этого робота попробую добить. И не удалось. А если Зек добавит, вот. Уже здорово. А ну-ка, Крэсиный король, удар. Да. Да, вот. Отлично. Отлично, отлично, отлично. И так нужно, чтобы Рокзар привлекал внимание. Ну, вот пусть наш Рокзар тоже привлекает внимание. Отлично. Итак, пробуем добивать вражеского Рокзара. И попробуем справиться с вражескими ниндзями. Отлично, отлично, отлично. Понемножку вот так бьем. Вот. Ну что же, неплохо. Ну, а сейчас нашему Рокзару достанется, конечно же. Хотя что-то не очень сильно. Вот рассчитывал, что будут более сильно бить. Почему-то, друзья, не очень сильно. Итак, давайте-ка я еще подлечу наш отряд. Вот. Ну что же, друзья. Довольно-таки здорово удалось нашему отряду пройти вот эту миссию. Я, честно, рассчитывал, что будет тяжелее. Но, наверное, все же здорово прокачан наш отряд. Вот видите, как здорово прошли на три звездочки. То есть, без проблем. Вот. Еще осталось две миссии, друзья. И вот эта глава будет завершена. Будет завершена на сложном уровне. Это у нас осталось всего два эпизода. Это мы, друзья, сейчас с вами на пятой главе. Ну что же, друзья. Давайте-ка я попробую еще пройти вот этот вот эпизод одиннадцатый. Раз мы так неплохо пройтили. Правда, здесь враги пятьдесят первого уровня. Тем не менее, давайте-ка, друзья, вот попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Итак, множество крэнгов. Вот. Корай метает кунай неплохо. Зет метает диск. Здорово. Ну что же, смотрите, какие умнички. Неужели сегодня удастся нам вот закрыть пятую главу сложный режим? Если бы это получилось, это было бы, друзья, очень-очень здорово. Итак, крысиный король удар разумом. Корай добивает кунай неплохо. Зек удар из пальца. Ух, ничего себе. Я был просто в шоке. Итак, давайте-ка. Рахзар удар когтями неплохо. Нет, массовый удар кирби-мыши, друзья, я оставлю на конец. Вот. А пока давайте-ка. Ага, вот что-то я не учел, друзья. Здесь еще же вот три робота, а не два. Почему-то я посчитал, что только два осталось. Вернее, два крэнга. Нет, здесь больше. Здесь оказалось три крэнга. Вот. Ну ничего страшного. Сейчас, я думаю, мы как-то общими усилиями добьем. Добьем, хотя было бы здорово, чтобы наш Рахзар уже начинал сейчас привлекать внимание. Вот. Ох, 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 ох. Что делаю? Смотрите, какие вредины. Ну вот. Отлично. Добиваем, добиваем. Итак, давайте-ка. Ну пусть, наверное, разгар все же привлекает внимание. Вот. Подлечим наш отряд. Вот. И давайте-ка добьем еще вот этого крэнга. Ну что же. Супер, друзья. Очень-очень даже неплохо. Теперь давайте-ка я попробую как-то вот бить крэнгов. И посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка. Бьем еще вот этого крэнга. Керби-мышь массовый урон. Ох, как здорово. Ничего себе. И Карай вот так добивает кинжалами. И я просто в шоке. Я просто в шоке. Вот так легко и непринужденно, друзья, удалось пройти вот эту миссию. Ну что же. Здорово, друзья. Осталось последний эпизод. И вот эта глава у нас будет пройдена, друзья. Правда, не уверен, что нам это удастся. Но, тем не менее, я попробую. Давайте-ка посмотрим. Ого, друзья. И здесь враги 54 уровня. Ну, я не уверен, друзья. Ну, просто давайте-ка мы. Скорее всего, мы здесь погибнем. Проиграем. Но просто интересно, вот как будет сражаться с этими боссами. Давайте-ка мы попробуем, испытаем. И на этом уже, друзья, будем заканчивать видео. Итак, естественно, Карай первый метает Кунай неплохо. Зэк свой диск. Здорово. Но, видите, враги уже более серьезного уровня. Не удается так просто их нам убрать. Тем не менее, давайте-ка метнем вот когти. Вот Керби мышь массовый урон. И вот так, в принципе, неплохо мы справились с первой волной. Сейчас попытаемся еще справиться со второй. Правда, не знаю, как это нам получится. Но я буду что-то пытаться сделать. Итак, Карай первое ядовитое дыхание. Зэк удар из пальца. И первый враг вот побежден. Ну, что же, неплохо. Давайте-ка, наверное, пусть мой розар привлекает внимание. Пусть сделает оскорбление. Ну, а мы попытаемся, друзья, вот выбивать этих крэнгов. Отлично. Неплохой удар первому крэнгу. Ох, ох, ох. Бьют, бьют, бьют Рахзара. Но еще терпимо. Еще терпимо. У нас, друзья, еще есть возможность у нашей вот Керби мыши подлечить. Поэтому, друзья, это неплохо. Вот, правда, рано еще лечить. Пока добиваем крэнгов. Отлично. И давайте-ка, друзья, я еще попробую вот этому. Ох, как здорово зэк нанес урон. Смотрите, просто-просто умничка. Итак, добивай-ка. Да, 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 да. Умничка, умничка, умничка. Итак, крысиный король. Удар крысой. Ну, просто чудесно. Просто чудесно. И, ай-яй-яй-яй, не добил, не добил. Но зэк добивает. Ну, что же, друзья, в принципе, довольно-таки неплохо мы и здорово с вами прошли. И вот первые две волны. Ну, а сейчас, чувствую, туго нам придется. Ну, что же, попытаемся выиграть. Попытаемся выиграть. Не знаю, как это у нас получится, но мы попробуем. Вот, справиться с этими двумя монстрами. Отлично. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка начнем с красненького. У него повышен урон. Вот, попытаемся его первым завалить. Ох, как здорово уходит у него здоровье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бедный Рокзар. И бедный Рокзар погибает. Вот, ну что же, как-то вот так, друзья Как-то вот так Вот, ну что же, я и не рассчитывал, что мы здесь выиграем Конечно же, хотелось Вот, неплохо зэк нанес урон Крысиный король, но возможно, хотя бы одного мы с вами завалим А возможно, даже и двоих И да, первого, друзья, первого мы уже с вами свалили Ну что же, здорово, в принципе, я даже не рассчитывал, друзья Что нам удастся победить А если удастся, то это будет очень здорово И так, пытаемся, пытаемся, неплохо Вот, здорово И да, друзья, мы должны победить Если ничего не изменится, мы пройдем сегодня эту миссию Вот, да, осталось всего несколько ударов По-моему, даже один удар зэка Да, 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 удалось, удалось Ну вот, друзья, вот что-то давно я не проходил вот эти испытания Правда, всего прошли на одну звезду Два наших героя погибли Но вот удалось, удалось, друзья, вот добытие Вот ДНК Мандагека Вот сегодня мы его и открыли Ну что же, вот так чудесно, здорово, друзья, мы с вами справились Отлично Вот, выполнили еще два задания Давайте-ка мы соберем награды Ну и сегодня, друзья, я на этом уже с вами буду прощаться Итак, всем пока-пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ожидайте новых серий И, конечно же, друзья, пишите в отзывах, комментариях Кого в первую очередь прокачивать Вот, я буду действовать согласно ваших отзывов, рекомендаций Итак, друзья, у меня есть в наличии Кирби Мыш, Рокзар, Карай, Крысиный Король, Зэк Стиранка, Нейтрализатор, Крипп Микеланджело Фильм, Шреддер Рафаэль, Змея Кораль, Леонардо Видение Бейбоб Фильм, Микеланджело Ролевой Пицелицы, Леонардо, Крис Брэдфорд Бакстер Стокман, Бакстер Муха Ксавьер Монтес, Макмен Змей Кьюн, Паукус Мандагека Эприл Анил, Донателло, Кейси Джунс Рафаэль Ролевой, Донателло Фильм Вот, Донателло Оригинальный Леонардо Ролевой, Донателло Ролевой Леонардо Фильм, Джастин Пульверизатор, Хан, Мутагеноид Рокстеди Классический Рафаэль Фильм Саблезуб, Острозуб, Кейси Джунс Рокстеди Фильм, Доктор Роквелл Микеланджело Оригинальный Голубь Пит Бибоб Классический, Бибоб Кролик И Рокстеди Кролик Ну, пока как-то вот так, друзья Пока это все Но хотя, вот за этот период Что мы с вами играем Я считаю, довольно-таки неплохо Ну что же, на этом прощаюсь Всем пока-пока Пишите отзывы и рекомендации Вот, и согласно вашим отзывам Я буду работать Да, и кроме того, друзья Вот пишите, на что мне треоратить Сюрикены в испытаниях Рок-н-ролл И я буду действовать согласно ваших отзывов Комментарии А чтобы, друзья, не пропустить ни одной серии Нажимайте правом верхнем углу на колокольчик И к вам будут приходить уведомления о новых видео Всем пока, друзья До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok